Февраль! Поздравляю вас с последним месяцем зимы! Три больших новости! Ну, две небольшие, одна большая. Кто представит Россию на Евровидении 2020? Уже есть ответ, уже есть информация, а также есть пруф, что мы об этом знали. Зрители канала Ромузыка еще два года назад. Вторая новость. Суперкубок американский будет 3 февраля. Джей Ло и Шакира выступают вместе в огромном халфтайме, в огромном длинном таком мини-выступлении, попури из своих песен. Но у них ничего не получилось или не получится. В чем проблема? И третья новость. Димаш Кудайбергенов, звезда мира, уходит от Игоря Крутого. Кому? Я вам сейчас все расскажу и что с ним будет, и что нас ждет. Ну, Евровидение, конечно, да. Все, Евромидение начинается. Поехали. Ромузыка! Привет, ребята, это Ромузыка. Ну что ж, начнем с новости про нашу звезду, про нашего ангела, про самый главный голос мира. Димаш Кудайбергенов. Все его фанаты, естественно, подписаны на мой канал. Вы смотрели мои разборы его фанерных выступлений на нашей сцене определенных. И теперь с грустью приходится нам заявить, что Димаш... Хотел сказать Дима Билан. Димаш Кудайбергенов прощается с Игорем Крутым. Вот так выглядел его пост в Инстаграм, внимательно. Новости вы, возможно, уже видели. Я выскажу сам, что я думаю по этому поводу, правильно? Вы же здесь зайти. Мои дорогие Дирс, спасибо, что уже три года вы со мной. Когда я начинал, я очень старался петь так, чтобы моему зрителю понравилось. И я так счастлив, что смог дотронуться до ваших сердец. Дирс не просто зритель, вы большая семья. Силу любви, которую я чувствую каждый день. На сцене я благодаря вам. Все мои успехи, награды, звания благодаря вашей поддержке. Все мои мечты реализовываются благодаря вам. Спасибо вам от всего сердца за то, что делаете меня счастливым. Желаю большого счастья каждому из вас, где бы вы ни были. Очень люблю вас. Суть в чем? Многие утверждают, что подпись Димаша Кудайбергенова под одним из своих постов выглядела как прощание. А все почему? Потому что Димаш Кудайбергенов ушел от Игоря Крутого к более современному продюсеру Максу Фадееву, с которым сотрудничество не получилось. Но вернуться к Игорю Крутому уже не получится, потому что тот, как бы, извините, уже чье-то брать не будет, судя по всему. Так что же будет с ним? А вот что с ним случилось. Димаш Кудайбергенов теперь будет работать с продюсером и композитором из Южной Кореи, которого зовут Сонг Кван Сик. Он работает под агентством SM Entertainment, куда, собственно, подписаны многие звезды кей-поп-сцены. Именно он, этот продюсер, может дать необходимый, ценный опыт, который ему нужен, и привести его, собственно, к заветной цели. Что я об этом думаю. Внимание! Давайте на чистоту, без всяких шуток, без всяких глупостей. Я думаю, что Димаш немножко не понял сути своей гениальности, легендарности и своего превосходства всемирного. Ну, так, по крайней мере, считают его фанаты, может, они его этим и заразили мнением. Хороших своих песен у Димаша нет. И не было. Артистов с прекрасными голосами огромное количество, но им всем не хватает песен. Почему раньше каверили Уитни Хьюстон, каверили Морайо Кэрри, вот эти знаменитые песни I Will Always Love You, песню из Титаника My Heart Will Go On, Селин Дион. Все азиаты каверили, значит, американцы. Ну, почему они не становятся звездами? Потому что им не пишут классных песен. У Димаша песен нет. Что уж сказать, у Димаша были хотя бы деньги. Димаш, скорее всего, выступал на корпоративах. У нас в России выступал на концертах, на каких-то мероприятиях. Он везде у нас сверкал по телевизору. Я думаю, что его, возможно, частично как-то эксплуатировали. Это не точная информация, это у меня чисто вот, что думаю, то и говорю. Возможно, ему не доставались все те же волшебные огромные гонорары, которые мы думаем, понимаете. И, возможно, Димаш прочитал в интернете, что вот всем, собственно, не нравится, что он вот с российской вот этой вот элитой, со старым костяком звезд сотрудничает, выступает во всяких субботних вечерах. То есть не современный, хотя сам-то он молодой, он хочет развития, я уверен, он хочет идти вперед, он хочет хороших песен. Но он получил славу и воспевание, и огромное количество поклонников. Все от него без ума считают, его ангелом воплоти, что его голос лечит болезни, что его голос позволяет не только избавить девушку от девственности, но и вернуть эту девственность обратно. И вот это все ему, скорее всего, немножко ударило в голову. Я не буду говорить, что он зазвездился, но, возможно, у него пробегали чувства в голове, что, типа, вот, все, я добился. А потом он понял, что молодежи, возможно, у него среди фанатов не так много, хотя она есть, и огромное количество. Но мы не будем путать всемирный успех с жителями Казахстана, которым он нравится. Естественно, если наш какой-нибудь Дима Билан обрел бы популярность где-то там за рубежом, мы все такие, да, Дима, топили бы за него, нравится нам его песня или нет. Это понятно, потому что наш соотечественник вырвался, собственно, и Димаш, скорее всего, подумал, нафига мне Игорь Крутой, понимаете? И таким образом, что будет в итоге? Что будет в итоге? У него не будет российских концертов, его не будут показывать по российскому телевидению, все эти подвязки, которые ему дал Игорь Крутой, уйдут, у него не будет корпоративов, и все. И у него не будет также новых песен. Возможно, конечно, все возможно, и будем надеяться, что, дай бог, корейский композитор и продюсер даст ему какой-то новый материал. Но знает ли Димаш корейский? Он, может быть, что-нибудь выучит, собственно. Но в Корее тоже есть певцы, хорошие вокалисты. Я не знаю, что это за такой шаг был. Возможно, там был какой-то конфликт. То есть просто так такие решения не предпринимаются, потому что там контракт, там выступления и запланированные, и разные концерты, и все на свете. Поэтому эта история может закончиться двумя разными путями. Это может быть началом чего-то нового, прекрасного, а может быть и началом конца. Не все желания может исполнить Димаш Кудайбергенов на крыльях счастья. Он еще молодой. Он может точно так же уйти в тень и больше никогда нигде не появиться. Так что будем надеяться, что диржцы примут и поймут решение Димаш Кудайбергенова и будут продолжать его поддерживать. Следующая новость. 3 февраля должен состояться главный бейсбольный матч в американской лиге. National Football League. NFL. Суперкубок заканчивает и приходит к своему финалу. Будут сражаться две команды, естественно, как обычно. И между таймами будет такое небольшое хафф-тайм-шоу. Для тех, кто находится в зале, на стадионе. И в этом году хафф-тайм-шоу показывают Дженнифер Лопес и Шакира. Немножко я был удивлен, что две крупных звезды будут представлять, значит, себя. Традиционно это выступление 10-12, иногда в случае Бейонсе 16 минут. Из попури, из самых главных хитов, ну чтобы, то есть, как бы развлечь. Для кого-то это честь. Выступала и Леди Гага, и Бейонсе, и Майкл Джексон на хафф-тайм-шоу. И в этом году представляет Дженнифер Лопес и Шакира. Что началось? Начали слухи о том, что они не уживаются на сыне. Значит, сначала пошли слухи о том, что якобы они могут выступить вместе. Планировалось изначально их совместное выступление. То есть, они, видимо, каждый что-то споют. И в конце сойдутся вместе и споют что-нибудь вместе. Но потом сказали, что об этом даже речи уже быть не может. Потому что по времени не укладываются. У всех, у каждой из девушек слишком много хитов. И, ну, опять же, никакой конкретики в этих новостях не было. Просто, знаете, писали в американских новостях, что, типа, нет-нет-нет, у них нет никакого бифа. Но пробегает какой-то холодок. Понимаете? Холодок в помещении повис. Вот такие какие-то неявные вещи. Я все-таки склоняюсь к тому, что это обычные слухи. Это обычные слухи, которые подогревают их выступления. Но в то же время был еще один небольшой такой мини-новость даже, я бы сказал, не мини-скандал. Шакира случайно запостила какую-то фотографию в Инстаграм. Я сейчас ее уже не найду. И сзади нее была такая, знаете, доска с такими смакетами выступлений, что она будет петь и в чем она будет выступать. И, собственно, фанаты составили трек-лист возможный, с которым она будет выступать. Туда вошли песни «Me gusta», «Shantage», «Hibs Don't Lie» и «Waka Waka». Понимаете, люди сразу начали истерить, типа, а где же, извините, whenever, wherever, we need to be together. Нету песни «Shivolf», нету «La Tortura». Собственно, и всего остального. Вроде как потом фанаты что-то там собрались, устроили какой-то консилиум и решили, что все-таки итоговый плей-сет-лист будет такой. Whenever, Wherever, «Shantage», «Shivolf», «Hibs Don't Lie», «Belly Dancing» и «Empire». У «Shakira» очень много хитов, но у «J.Lo» также много хитов, понимаете? И от этого начинаются какие-то терки, или, по крайней мере, пресса распространяет эти терки. Один из ведущих новостей канала ABC7 в Сан-Франциско затвитил вот такой твит. Я вам его покажу на экране. Я, продюсер концерта «J.Lo» на Суперкубке, редактировал длинный лист хитов «J.Lo» и пытался понять долго, куда бы вставить «Shakira». Естественно, это разгневало всех фанатов. Настолько разгневало, что, естественно, пошли угрозы, значит, убийства, пожелания смерти, как это обычно бывает, что, собственно, продюсеру, если он вообще продюсер, пришлось оправдаться, сказать, ребят, я пошутил, вы тут уже друг другу смерти желаете успокоиться. Так и непонятно, правда это было или нет, но это такой, знаете, небольшой вброс, который заставляет нас думать, что у них там какие-то небольшие срачки. Возможно, они ничего не говорят, потому что не в курсе этих срачек. Возможно, они ничего не говорят, потому что они знают, что это вброс для хайпа, чтобы люди пришли смотреть. Все возможно. Но, что будет, мы узнаем 3 февраля. Обязательно подписывайтесь, кстати, на нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании, мы выступление обязательно повесим, потому что его выложит НФЛ, чтобы вы нигде не искали. У нас все там появится. Также мы снова начали голосовашки за новые альбомы. Приходите, оцените новые релизы, там же их можно и послушать, чтобы потом мы в конце года также составили список лучших альбомов по версии подписчиков канала Рамоса, собственно. Вот. Ну и что, третья новость. Определился выступающий, который будет защищать честь, на Евровидении 2020 от России. Судя по всему, им будет Александр Панайотов. Наша рубрика «Евромидение» открывает свои двери с вот этой новости. Что об этом говорит? Реа Новости сообщает, они спросили Игоря Крутого, кто поедет на Евровидении. Ну все, кто все-таки поедет? Есть ли какое-то окончательное решение? Крутой заявил, что, по его мнению, Первый канал принял решение по Панайотову. Вот это такая цитата. Он сказал, процентов на 90, я думаю. Представительница Панайотова отказывается от каких-либо комментариев по этому поводу. Она говорит, что у нас никакой информации нет на этот счет. В пресс-службе Первого канала, а именно Первый канал занимается в этом году Евровидением, заявили, что у нас как бы не решено еще. До конца февраля мы обычно решаем. Также, какая еще инфа есть? Что друг-исполнитель Алексей Чумаков в беседе с Nation News поддержал идею выбрать Панайотова в качестве участника от России. Саша очень стремился туда и стремится. Я думаю, сейчас крутое самое время. И место. Вот, он пожелал ему сразу же привести победу в Россию. Хотя еще вроде как ничего не решено. Но мы это с вами знаем прекрасно. Что два года назад, или даже три, Александр Панайотов в интервью Муз ТВ, я бы сказал, я бы назвал это, мы с Шептунами посоветовались и решили, что это можно назвать таким сливом инфы. Когда, по-моему, от нас выступала Юлия Самойлова. Была определена Юлия Самойлова, и она пела I won't break, yeah, yeah. Александр Панайотов. Ходили просто слухи, что там он может быть, а что, может на следующий год он поедет. И он тогда дал интервью Муз ТВ. Я найду обязательно вам этот кусочек. Он был в моих прошлогодних или позапрошлогодних видео. Я попробую. Если не найду, поверьте на слово, он есть. Юлия Самойлова уже едет, опять же. Хорошо, через год. Через год. Но там уже Лазарев в очереди. Не знаю, посмотрим. Я уже так подосыл немножко к Евровидению. Я думаю, просто Первый канал и канал Россия держат всегда интригу. Я думаю, что все решается заранее. Потому что, когда нам называют участника, уже, оказывается, у него поставлен номер, уже у него готова песня, уже все схвачено и все сделано. Поэтому, я думаю, Александр, если и станет участником ее Редни, то он об этом уже давно знает. Плюс, вы прекрасно знаете, это, конечно, ни о чем не говорит, что его наставником был Григорий Лепс на «Голосе». Александр участвовал еще и на «Голосе». Был Григорий Лепс, и они дружили. И Григорий Лепс даже подарил ему свою песню, которую он не исполняет. Александр Панайотов, пойдет эту песню. А Григорий Лепс, сами знаете, довольно могущественный человек в нашем российском шоу-бизнесе. Эстраде, как у нас говорят на российской эстраде. Поэтому вот все может быть. Каким будет выступление Александра Панайотова? Я не знаю. Я знаю, что он прекрасный вокалист. Что он очень техничный, очень чистый вокалист. Ему не удавалось побеждать в национальных отборах, а он участвовал раньше в национальных отборах, когда был моложе. Он очень хочет на Евровидении. Неизвестно, что это ему даст. Видимо, он просто очень сильно любит конкурс, потому что с карьерой у него как-то не получается. Может, в его среде его техничности вокальной не хватает немножко души. Может, еще что-то. Я думаю, танцевально он тоже не особо силен. То есть, он будет стараться брать голосом. И мы все прекрасно знаем, что мы в последние годы шлем больше вокалистов, чем каких-то там фриков, понимаете. И все, чтобы хотя бы не стыдно было. Поэтому вот таким будет выступление Александра Панайотова. Как мне кажется, мы пока не знаем. Я думаю, что это будет или баллада, или какая-то мид-темпо песня очень вокальная. Диапазон у Александра очень большой. Многие из вас могут его не знать, потому что он очень долго уходил в тень, потом возвращался. То есть, он молодец. Достаточно будет для его энергии, для Евровидения. В любом случае, мы будем болеть. В любом случае, мы будем с вами обсуждать и смотреть на остальных участников. Потому что победитель Евровидения определяется не по самой крутой песне, а по самой крутой песне среди всех остальных песен. Если все остальные песни будут трешовыми, у Александра есть вполне прекрасный шанс. Тем более, что мы не знаем, что он еще поет. Вот. Вот такие новости, ребят. Вот такие новости. Как вам зарождается потихоньку Евровидение? У нас еще есть новости. Выходят новые альбомы. Заходите в нашу группу ВКонтакте, в мой инстаграм. Я там иногда публикую песенки, которые мне нравятся в сториз. Выкладываю фоточки. Сегодня вот провел как раз двухчасовой прямой эфир. Мы поболтали немножко. Я что-то прям соскучился. И вот и здесь. Приходите, подписывайтесь, ребята. Ссылочка, естественно, в описании. На... На что? На все мои соцсети, как говорится. И на прошлый видос. Обязательно посмотрите итоги Грэмми. Кто еще не видел, церемонию сразу же заблокировали. Поэтому советую вам приходить и смотреть церемонию сразу вместе с нами. Любые церемонии в прямом эфире. Потому что чем больше у нас становится, тем больше шансов, что нас заблокировать сразу после трансляции. Ну а все. Я желаю вам хорошего дня. Старался быстро, старался как можно более компактно. Плюс высказать все, что я думаю. Люблю. Подписчики Рамузки знают все. Евромигни 2020 ждет вас. Рамузыка, это я. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok